Утром пугачёвцы вступили в Самару. У ворот их встречало с дюжину крепких подвод. И когда первые всадники поравнялись с бастионами крепости, с телеги бойко соскочил купец с жёлтой кленообразной бородкой и, кланяясь в пояс, поднёс атаману ржаной каравай. Двенадцать фамильных карет у крыльца. А в липовом галочьем парке с утра поздравления гремят без конца. И звонко целуются чарки. Весь ритуал подношения был строго выдержан. На каравае стояла небольшая серебряная солонка, а под караваем серое полотно с царской короной и царским вензелем. Другой встречающий молодой, очевидно, помощник старика, стоял чуть в стороне и держал в руках расписное блюдо с кренделями и булками. Передав атаману блюдо, старик встал на колени и, кряхтя, поклонился до земли. Арапов кивнул ему головой. Молодец, старик, сказал он. Передай своим согражданам, что наш батюшка притеснений чинить им не будет и вечной волей жалует. Купенческому сословию впредь торговать без обмана. Тут Арапову показалось, что на какое-то мгновение лицо старика дрогнуло в усмешке. И совсем холодно он добавил. А ежели кто в обмане, али в обвесе, али еще в каком воровстве замечен будет, будет дело у нас с ним короткая, веревка на шею о имене казне. Что ты, батюшка, слабахнул купец и засмахнул рукой. Да разве ж такие алиходеи промеж нас найдутся. Нам ведь не казна важна, а слава добрая. Во всех крупных вещах Домбровского Самара присутствует. Начиная с самого первого романа. Незаконченного, незавершенного. Но вот первый роман Державин, если его внимательно почитать, какая-то часть этого романа происходит в Самаре. Упоминаются вполне реальные самарские персонажи. Он остановился в доме своей матери. Дом был настолько ветх и лряхал, что во время непогоды звучал, как поющая раковина. В трубе жил какой-то особенно упорный и голосистый домовой, который умел во время бури петь на два голоса. И вообще дом был полон звуками. Скрипели половицы, осыпалась и звездка. Что-то шуршало на чердаке. И бегали по книжным шкафам полчища тараканов. Мать Державина, Фёкла Андреевна, неслышно плавала в жилом сумраке этих развалин. В последние дни она просто не находила себе места, потому что известие о самозванце очень её взволновало. Оренбургские земли, принадлежавшие ей, были под явной угрозой. Втайне она плакала и видела пророческие сны. Почему-то ей казалось, что Самара уже непременно взята злодеями. И Оренбург тоже вот-вот падёт. Несколько раз она пробовала говорить с сыном, но он был заражён таким бешеным оптимизмом. Так не понимал её хозяйственные заботы и чаяния. Говорил таким резким и трубным голосом, что она уходила тихо, плакать в свою комнату, не пытаясь больше найти понимание у него. Впрочем, сына она видела мало. Он или сидел в своей комнате, составляя какие-то диковинные бумаги, которые потом тщательно сжигал в печке, или ходил к знакомым праздновать Рождество. Впрочем, возвращался не пьяный и никогда не задерживался. Приходил не позже десяти часов вечера. Державин сидит за столом. Ночь. Поздно. Очень поздно. Может быть, час, может быть, два, а может быть, уже утро. Но кто же станет считать время в эту глухомань? Огромные часы, похожие на детский гробик, остановились на десяти. И вот вторую неделю у него не доходят руки, чтобы позвать мастеров. Странно. Да и откуда у него может быть время на починку часов? Уходит он рано, часов в шесть, когда утреннее зеленоватое небо еще мерцает последними звездами. Приходит домой ночью. И сразу, неужная, не раздеваясь, заваливается на кровать. Кровать у него узкая, походная, и спит он на ней в камзоле, в брюках и в парике. Только иногда сбрасывает треуголку и снимает сапоги. И спит он всегда чрезвычайно чутко. Так чутко, что достаточно малейшего шороха, чтобы он проснулся. Когда же он не ложится вовсе, а за это последнее время случается все чаще и чаще. Он сидит в кресле, думает, пишет, перечеркивает написанное, грызет перо и опять пишет. Пишет письма матери. Переписывает протоколы следственной комиссии. Составляет донесения. Да, Державин не ходил по гостям. Он сразу отгородил себя от света тонким и важным делом. Каждый день, бывая на постоялых дворах, он все время слушал. На нем был нагольный трехрублевый тулуп и большая меховая шапка. Полного разговора сначала до конца или даже большого отрывка ему услышать не удавалось. Но иногда он слышал две-три фразы, произнесенные вскользь. И смысл услышанного был далеко не утешительным. Вор двигался с фантастической быстротой. На черном коне он въезжал в город, и город встречал его колокольным звоном и крестным ходом. Самара, по слухам, была уже давно взята, но Державин знал, что это не так. Реляции, которые приходили в военную коллегию, были тревожными. Но доподлинно было известно, что вора в Самаре пока нет. Да и гарнизон, оставленный возле самарских стен, отличался большой боеготовностью и верностью императрице. Однако, слушая все эти цветастые рассказы о въездах разбойника в город, о колокольном звоне и о горожанах, которые открывали ему ворота, убеждали Державина, что многое из этих рассказов действительно правда. Если пока еще так не было, то непременно будет. Неделю или две спустя, слушая разговоры на постоялых дворах, Державин хватался за голову и уходил разбитый. После тяжелой физической работы он понимал, всюду зреет измена. Домбровский получился, получается, трижды самарец. Во-первых, он самарец, поскольку его матушка отсюда из Самары. Вторая, как бы, его связь с Самарой, то, что Самара – это город его каникул. Город отпусков его родителей и город, где он проводил каникулы. То есть он сюда приезжал, как я понимаю, практически каждое лето. Ну и третья, на самом деле даже четыре, я еще потом четвертую назову. Вторая – это тот самый вот 18-й год, когда в Санкт-Петербурге, точнее уже Петрограде, Петрограде стало голодно, во-первых, во-вторых, отец Домбровского принадлежал к партии эсеров, то есть ему там находиться уже было опасно. И в 18-м году он переезжает, отец переезжает сюда, работает здесь в кооперации, в самарской кооперации. То есть в 18-м году Домбровский вместе с родителями оказывается здесь и становится уже постоянным жителем нашего города. Четвертая связь с Самарой – это та связь, которая есть в текстах Домбровского. И эту связь он ощущал, начиная с первого своего романа. И вот тот рассказ, который вошел в рождение мыши, это одна из последних его прозаических вещей. То есть можно сказать, что на протяжении всей жизни. Рапов уже хотел ехать дальше, но ему опять заступили дорогу. На этот раз это был молодой человек в форменном зеленом сюртуке, в треуголке и с тонкой шпагой возле бедра. Одет он был небогато, но парадно. Начищенные пуговицы сияли, как раскаленные угли. Его парик был посыпан пудрой. Клоняясь, он снял треуголку и коснулся ею сугроба. Отвесив низкий поклон, он вытащил из-за пазухи желтый кусок пергамента, перевязанной синей лентой и протянул его Арапову. А это что? Спросил Арапов. По приказу бургомистра Ивана Халевина начал долговязый. Постой-ка, а разве он не сбежал? Бургомистр-то перебил его Арапов. Нет! И передает вам роспись денег с рыбных ловель собранных. А поскольку те деньги не были увезены к Балахонцевым, бургомистр приказывает и спросить, куда сии деньги деть велите. Ну, а о деньгах мы после поговорим, сказал Арапов и соскочил с коня. А ты вот мне лучше объясни-ка, где теперь вашего бургомистра сыскать? А он вас сам возле ворот дожидается, ответил канцелярист. Он же и акафистом распорядился и из пушек торжественно палить. Здесь канцелярист сделал знак рукой и из толпы вышел мальчишка без шубы с еще одним блюдом в руках. На блюде среди зелени и какой-то приправы лежал огромный осетр с выпученными равнодушными глазами и с пучком зелени, торчавшим из его рта. Малый взял блюдо, еще раз почтительно поклонился и выпрямившись почти всунул это блюдо в руки Рапову. И сейчас же как по команде раздались колокола и загремели пушечные выстрелы. Так 8 декабря 1773 года без всякого боя Пугачев взял Самару. Леса откликаются звонким дроздом и пахнет дождем с побережьей. Гости пьянеют над жирным пластом зажаренной ляжки медвежьей. С вами был Михаил Перепелкин. Продолжение следует...